Народов много, страна одна. Жители Камчатского края дали старт всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Ежегодно он проходит накануне Дня народного единства, который отмечают в России 4 ноября. «Большой этнографический диктант» — это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в Российской Федерации, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Впервые акция «Большой этнографический диктант» состоялась в 2016 году, и тогда в ней приняли участие всего лишь 90 тысяч человек. В 2021 году участие в акции уже приняли более 2,5 миллионов человек, и прошла она не только в России, но и в странах зарубежных. Принять участие в диктанте мог любой желающий. Не захотели оставаться в стороне и студенты Камчатского университета имени Витуса Беринга. Более 50 человек написали диктант в онлайн-формате. Был очень большой отклик, нам даже не пришлось специально кого-то собирать. То есть тут собираются целые группы. Я думаю, они заинтересованы в прохождении этого диктанта, потому что они понимают, что мы живем в многонациональной стране, и нужно чтить традиции и культуру нашей страны. Студенты, большинство из которых писали диктант впервые, подтверждают это. Ребята отмечают, что живя в многонациональной стране, просто невозможно пройти мимо такого мероприятия. Мне очень интересна сама по себе география, история расселения народов на территорию нашей необъятной родины. Какие народы в ней живут, языки, какая культура, так как мы многонациональное государство. И это очень важно знать. Я впервые принимаю участие в такого рода мероприятии. Это очень интересно, потому что у нас довольно многонациональная страна, и я считаю, что это важно знать побольше о том, кто мы есть. Написать диктант можно было и очно на площадке Камчатской краевой научной библиотеки имени Крашенинникова. Здесь собрались все желающие, кто хотел проверить себя, приняв участие в большом этнографическом диктанте. Не прошли мимо этого мероприятия представители Междунациональной общественной организации «Сотружество». Деятельность «Сотружество» направлена на вопросы межнациональной гармонизации и единства российской нации. А это и есть суть проверки наших знаний о России и о Камчатском крае. Сегодня многие наши представители пришли в национальных костюмах как на праздник. Напомним, что всем участникам диктанта предстояло ответить на 30 вопросов. Они оформлены в виде теста и включают в себя 20 общих вопросов и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта страны. После написания диктанта каждому участнику выдают сертификат. Сюда приезжают люди, которые не боятся своих знаний, не боятся показать себя, вот это национальное многообразие Российской Федерации. Чем больше будет представителей разных народов, наследующий наш край, будет еще лучше. Чем пестрее, тем лучше. Мы же говорим, что свыше 134 народов и национальностей населяет Камчатский край. Так и даже надо показывать. С каждым годом все сложнее и сложнее. Потому что там уже не общие вопросы, особенно такие, которые вообще знают, а уже нюансы, больше погружения. Больше погружения в ту или иную культуру. Мне нравится узнавать о традициях народов. Потому что чем больше о них знаешь, больше понимаешь, почему так или не так. И еще узнаешь много нового. Праздничную нотку в мероприятие внес народный ансамбль «Каритеф», который выступил для участников диктанта. Так как у нас сегодня диктант, этнографический диктант, то мы представляем коренную молодежь, тем самым показывая, что мы сохраняем наши традиции коренных жителей. Напомним, написать большой этнографический диктант может любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет. И если кто-то хочет проверить свой уровень этнической грамотности, то еще есть время. Вопросы будут доступны на сайте мирэтно.ру до 8 ноября. Редактор субтитров А.Семкин